У нас есть ведущий исследователь, который определяет тему. Во-первых, надо отметить, что помимо тех проектов, которые мы делаем внутри института в рамках наших грантов и хоздоговоров, есть еще проекты, которые мы делаем совместно с нашими партнерами. То есть это крупные проекты наших компаний из индустрии информационных технологий, которые приходят к нам и включают наших аспирантов, магистров, студентов. Но это практически все крупные компании, которые работают в нашем регионе, а также некоторые компании, которые работают на мировом рынке, это такие компании, как Samsung, например, у нас есть с ними совместные проекты. У нас был целый ряд проектов с компанией HP, у нас есть совместная лаборатория с компанией JetBrains и целый ряд компаний, работающих в нашем регионе, таких как, конечно же, ICL, KPOVS, ACI Worldwide, BARS Group, система документа оборота. И мы работаем только с теми компаниями, которые гарантируют свое присутствие на рынке, то есть с теми компаниями, которые не прекратят свое существование через 2-3 года, теми компаниями, которые на протяжении 10 лет будут с нами и смогут обеспечить студентам продолженную историю развития их карьеры, персональных навыков, профессиональных компетенций. У нас три формы компенсации расходов на обучение. Первая форма – это в рамках государственного задания, это бюджетные места. Вторая форма – это гранты, которые выдают как правительство Республики Татарстан в лице Министерства информатизации и связи, так и представители бизнеса, крупные компании, работающие в нашем регионе. И третья форма – это когда студенты платят за свое обучение сами. В рамках своих курсовых дипломов, участвуя в крупных проектах, имеют возможность заработать. Если они хорошо работают, показывают свою полезность для проекта, с ними заключаются договора, и они начинают зарабатывать больше, чем стоит их обучение. Это во-первых. Во-вторых, крупные компании выделяют нашим студентам стипендии. Стипендии разные – это и 10, и 15, и 20 тысяч рублей в месяц. Дополнительно, независимо от того, получает он собственные средства ИТИС в рамках тех проектов, в которых он участвует или нет. То есть на самом деле лучшие студенты зарабатывают 30, 40 и более тысяч в месяц, обучаясь на бакалавриате. Магистр имеет возможность зарабатывать еще больше в рамках своих проектов. Казанский федеральный университет и университет Иннополис – это очень разные университеты. Университет Иннополис – это узкоспециализированный частный университет. Казанский федеральный университет – это классический государственный университет. И в этом плане основным преимуществом Казанского федерального университета является его широта охвата. Если вы обратили внимание, все те проекты, о которых я рассказывал, они междисциплинарные, их невозможно было бы выполнить, если бы рядом с нами не было бы медиков, если бы не было рядом археологов, геологов, нефтяников, химиков, физиков, юристов. То есть, если бы ведущих исследователей, работающих в этих областях не было рядом, мы не могли бы спуститься на один этаж или перейти через дорогу, встретиться, обсудить проблему, организовать семинар, написать совместную статью, мы бы не могли эти проекты осуществить. И это основное преимущество, основное принципиальное отличие Казанского федерального университета. При всем при этом востребованность в кадрах в области информационных технологий в России и даже в одном отдельно взятом городе Иннополис настолько высока, что ни отдельно взятому КФУ, ни тем более отдельно взятому университету Иннополис этой задачей не справятся. Мы плотно сотрудничаем как раз в области подготовки кадров и в первую очередь, конечно же, для города Иннополис, который является очень важным проектом в республике Татарстан. Мы уже на протяжении 2016 года участвуем в проекте подготовки кадров для резидентов города Иннополис. К нам приходят компании, мы набираем слушателей на краткосрочные курсы и под заказ по требованиям этих компаний готовим специалистов по направлениям Дотнет и Джава. Помимо тех студентов, которых, конечно же, они тоже с удовольствием к себе приглашают, заманивают, забирают, трудоустраивают. У нас налажен сплошной поток трудоустройства как выпускников наших краткосрочных курсов в компании, в том числе и в первую очередь в компании резиденты города Иннополис, потому что именно там сегодня очень активно происходит развитие кадрового потенциала компании. Компании, размещающиеся в этом городе, активно растут, набирают новых людей. Так и, конечно же, активно набираются выпускники наших основных программ, таких как Бакалавриат, Магистратура. Есть целый ряд очень интересных проектов. Это и проекты в области реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Мы используем компьютерные игры, интерфейс с компьютерным играми для того, чтобы помочь пациентам восстановить подвижность. Достаточно сложная задача заставить пациента проходить физиотерапию, потому что, во-первых, у него стесненные движения, во-вторых, ему очень трудно движения повторять правильно, и, в-третьих, ему очень трудно их повторять правильно в течение длительного времени. Человеку просто становится скучно. Очень скучно 45 минут двигать рукой слева направо, например. Мы этот процесс гемифицируем, используем современные сенсоры для того, чтобы контролировать движение пациента и стимулировать его делать эти движения правильно. И более того, делаем так, чтобы на протяжении 45-30 минут, даже более чем одного часа, он мог эти упражнения повторять, не уставая. По крайней мере, не уставая психологически. Мы провели целый ряд экспериментов, и сейчас мы переходим к клиническим экспериментам. И на предклинической стадии мы убедились в том, что достаточно скучные циклы упражнений при помощи наших приложений испытуемые очень охотно в течение длительного времени повторяли. Используются сенсоры, которые считывают движения пользователя, анализируют их, сопоставляют с тем, как он должен двигаться, показывают ему картинку на экране и превращают это все в интересную игру. У нас четыре сценария реабилитации, таким образом, реализованы. То есть это четыре различные игры совершенно, по-разному сделаны для разного рода упражнений. Вот. Это первое направление. Второе крупное направление – это мы сейчас сотрудничаем с нашей университетской клиникой в области управленческого учета, налаживания и оптимизации процессов. Это наша лаборатория. Если первый проект осуществляется нашей лабораторией цифровых медиа, то второй проект осуществляется нашей лабораторией корпоративных информационных систем, которая у нас создана совместно с компанией 1С. Как вы знаете, крупнейший российский производитель программного обеспечения в области автоматизации производственных процессов. И этот проект реализуется совместно с Институтом экономики финансов, экономики управления финансов Казанского федерального университета. И он уже внедрен в рабочий процесс нашей университетской клиники. Третьим направлением является виртуальная хирургия. У нас тут целый ряд, целый как бы веер проектов. Это в первую очередь мы моделируем базовые, 32 базовые операции, с которыми каждый студент-медик должен ознакомиться. То есть это мы проект уже сделали практически. Здесь не требуется никакого железа. Мы здесь используем перчатки с обратной связью. То есть студент чувствует руками те предметы, которые он берет. Смоделированы различные полостные операции. То есть это не эндохирургия. Полостные операции очень трудно моделировать на манекенах. То есть там надо резать ткань, там надо вскрывать полости. Соответственно, они смоделированы виртуальной реальности. Человек одевает очки виртуальной реальности, одевает перчатки с обратной связью. И перед тем, как перейти к операциям в реальности, студенты знакомятся с ними в виртуальной среде. И это экономит и время, и ресурсы для перехода студентов на следующий этап обучения. То есть они уже базовые вещи знают в тот момент, когда они начинают реально руками. Третье направление – это виртуальная хирургия, которая связана с моделированием конкретного пациента. То есть для конкретного рода операции, проект мы сейчас активно развиваем, для конкретного пациента по данным диагностическим стомографов строится модель того органа, который предстоит операции. И хирург перед операцией может познакомиться с ходом операции, то есть отрепетировать ее, но не на абстрактном каком-то макете, а на конкретном теле конкретного пациента. Благодаря той близкой модели, которую мы строим. Опять-таки здесь не требуется никакого железа. В принципе, в любом случае, живая операция будет сильно отличаться от виртуальной модели, потому что реальность всегда сложнее и многообразнее. Но тем не менее, по крайней мере, проложить какой-то сценарий развития, предусмотреть какие-то потенциальные осложнения, которые для этого конкретного пациента могут возникнуть, вот этот инструмент будет помогать. Это вот второе направление. Третье направление – это моделирование лабораторий биохимических. Вы знаете, что все студенты должны проходить практикум. Лаборатории достаточно сильно загружены. У нас лучшие, на самом деле, в мире лаборатории сегодня есть в области биомедицины. Естественно, они пользуются огромной популярностью. Как в исследовательских проектах результат публикуется с высоким рейтингом, так и в учебном процессе. Для того, чтобы разгрузить эти лаборатории, и какую-то предварительную стадию ознакомления с ходом лабораторного процесса, вынести в виртуальную среду, мы смоделировали лабораторные работы студентов в виртуальной реальности. Мы их выкладываем сейчас на онлайн-платформу обучения, где студенты смогут этот практикум проходить в виртуальной среде и потом уже переходить к реальным экспериментам, уже будучи знакомыми с тем, как эти эксперименты проводить. Собственно, по аналогии с теми 32 базовыми операциями, про которые я рассказывал. И, наконец, еще один проект в области биомедицины. Совместно с нашей университетской клиникой. Это визуализация тех огромных массивов данных, которые получают в клинике с различного рода диагностического оборудования. Визуализация в том формате, в котором врачи смогут принимать решение и смогут эту информацию удобно воспринимать. Потому что, когда речь идет о более чем сотнях различных показателях, очень трудно, взглянув на картинку, вообще говоря, правильное решение принять. А там речь идет даже не о сотнях показателях, а о тысячах и десятках тысяч различных показателей. Сегодня мы обладаем теми технологиями, которые позволяют сделать принятие решения в таких ситуациях, даже когда речь идет не о десятках, а о экзобайтах данных возможных. Проект только начали. На самом деле мы как раз ищем правильную форму. То есть мы просто понимаем, как мы можем представлять данные вообще, не только в области медицины, а вообще говоря, для принятия решений. И мы пытаемся те знания, наработки, которые у нас есть, из других проектов применить в области медицины. Вот. Первый результат у нас, я надеюсь, будет получен в течение полугода. Но мы, тем не менее, находимся на старте этого проекта пока только. Робот-юрист – это рабочее название. Конечно же, это не робот. Это проект, где мы применяем интеллектуальные технологии в области юриспруденции. То есть это проект на стыке юриспруденции и информационных технологий. Речь идет об анализе текста на естественном языке, информационном поиске, извлечении знаний, разметки и извлечении сущностей из текстов. Этот проект позволит автоматизировать существенную долю рутинных операций, которые сегодня выполняет человек, разгрузить суды, сделать возможным эффективный поиск по юридической практике, по истории юридической практики, что позволит облегчить принятие решений, помочь судьям вариантами вердиктов от судов вышестоящих инстанций, которые были приняты по похожим делам ранее. Этот проект основан на очень крупных разработках, которые мы делали ранее. На эти темы у нас защищена одна диссертация, еще одна диссертация подготовлена. Был выполнен очень крупный исследовательский проект в области извлечения информации финансового характера для принятия финансовых решений. Был выполнен проект с внедрением в области анализа инцидентов в сфере обслуживания компьютерной инфраструктуры. Этот проект позволил сократить до 80% инцидентов, анализируемых человеком. И я хочу отметить, что наши наработки в этой области находятся на мировом уровне. Дело в том, что наша группа, работающая в области текстовой аналитики, поставила абсолютный рекорд Казанского университета за эти 212 лет публикации с самым высоким импакт-фактором. Конечно же, речи нет о том, что робот станет принимать решения о судьбе подсудимых. Речь идет о том, что судья вместо того, чтобы рассматривать два дела в день, будет рассматривать 20 дел в день или, допустим, 15 дел в день и при этом уходить с работы в 5 часов вечера. Речь идет об этом. То есть это повысит и качество принятия решений, потому что разгрузит человека, и повысит пропускную способность органов, если, конечно, этот проект будет внедрен в суды. Ну и кроме того, мы планируем сделать нашу платформу доступной для пользователей. Она будет доступна для обращений обычных граждан и получения некой юридической консультации. Этот проект мы реализуем совместно с юридическим факультетом. Машины эмоций — это, на самом деле, очень интересное направление. И мы являемся одной из первых групп вообще в мире, которая областью начала заниматься и сейчас успешно занимается. Я хочу отметить, что ведущий исследователь высшей школы ТИС, который работает в области, был признан по версии журнала «Собака» лучшим ученым города Казани. Это Максим Таланов. Речь идет о том, что эмоции для человеческого интеллекта также важны в процессе мышления, как и логика. То есть нельзя человеческий интеллект отделить от эмоций. Он перестает работать. Элементарные задачи принятия решений человек не может решать, если у него повреждены центры, отвечающие за эмоции. Собственно говоря, машинные эмоции — это способ, применить те вычислительные концепции, которые реализовала природа на человеке, например, или на других высших животных, в области компьютерных вычислений. Этот подход сегодня показывает свою перспективность. Есть первые интересные результаты в этой области. Мы, например, научили компьютер испытывать страх. Причем речь идет не о том, что мы моделируем то, как человек испытывает страх. Нет, совсем не так. Мы на самом деле создаем те же условия в рамках вычислительного процесса, которые испытываемый человеком страх создает в рамках мыслительного процесса человека. То есть мы создали такие процессы в компьютере, которые влияют на его вычление, так же, как страх влияет на мышление человека. Это очень важно. Используется в нашем подходе 8 базовых эмоций. Мы постепенно моделируем все их. И смоделировав 8 базовых эмоций, мы сможем интегрировать их в вычислительный процесс так, чтобы этот вычислительный процесс стал похож на то, как мыслит человек. Сегодня вычислительные мощности человечества впервые позволяют совершенно потрясающе ставить эксперименты в области моделирования сознания, в области машинного интеллекта. Мы с вами уже не удивляемся голосовым помощникам, которые еще 15-20 лет назад казались невозможными. Они уже без предварительного обучения понимают естественную речь, отвечают на ваши запросы, ищут в интернете для вас информацию. Это на самом деле первый шаг. Сегодня вы знаете, что появляются автономные автомобили. Есть большой проект КАМАЗа, который строит автономный грузовик. И трасса Казань-Набережные Челны выбрана первой трассой для автономного грузовика, где он будет перемещаться уже в ближайшие годы. То есть мы видим, что все больше и больше задач, свойственных человеку, передается машине. Но компьютеры прошлого, мы давайте о них будем говорить именно так, они мыслят и принимают решения не так, как человек. И в схожих ситуациях мы, к сожалению, не сможем ожидать от них тех же реакций, которые будет принимать человек. Если мы хотим, чтобы машины и люди в одном окружении гармонично уживались, нам придется научить машины действовать ближе к человеческой логике. Она неотделима от эмоций. Это именно создание эмоций внутри машины. Так, чтобы эмоции машина чувствовала. Она не притворяется, чувствующая эти эмоции. То есть если эта машина испытывает страх, ей действительно страшно. Она ведет себя так же, как человек, который бы испытывал страх. Это не симуляция. Страх – это выделение определенных гормонов. Так же, как и счастье, так же, как и другие эмоции, которые человек испытывает. Это выделение определенных гормонов, и эти гормоны определенным образом меняют то, как работает нервная система человека, в том числе и центральная нервная система. Субтитры подогнал «Симон»